Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканал РЕН продолжает новости Анапы-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. О прохождении курортного сезона в Анапе, его проблемных моментах и способах их решения шла речь на совещание, которое провел вице-губернатор Сергей Усенко. В Большом зале администрации курорта собрались представители краевой администрации, федеральных и региональных структур, общественных организаций, экологи. Перед началом выездного совещания Сергей Усенко осмотрел песчаные дюны на Витязевской косе. Золотые пески Анапы – излюбленное место отдыха тех, кто приезжает на автомобилях. В процессе обсуждения с общественниками вице-губернатора интересовал вопрос возможности создания парковок, удаленных от прибрежной полосы, чтобы сохранить этот пляж для отдыхающих и дать им возможность приезжать сюда на машинах, не загрязняя окружающую среду. Можно рассматривать вариант для, будем так говорить, неорганизованного дикого отдыха в кемпингах. С отсроченной стоянкой где-то заехала машина, выгрузила, если он оборудован, за пределами первой зоны, выгрузила семью с палатками, с продуктами и уехала куда-то на стоянку. На Витязевской паролее всегда шумно и многолюдно. Здесь на пути к одному из самых любимых пляжей всегда бойкая торговля. Сергей Усенко осмотрел организацию работы торговых точек, их оформление, сделал ряд замечаний по благоустройству и обновлению арок паролей, осмотрел пляж. Название «Зеленого острова» в устье реки Анапка «Детский парк» сложилось, само собой, за годы его существования. Здесь много деревьев, уютные рощи, цитровяные лужайки. Здесь и вправду хорошо отдохнуть с детьми после жаркого пляжа. На сегодняшний день те решения, которые принимались в 90-х, 2000-х, привели к такому хаотичному разбазариванию этой публичной земли. На сегодняшний день сложно будет решать вопрос со всеми многочисленными собственниками. По этому поводу у города какая позиция? Неделю назад в администрацию муниципального образования обратился инвестор, серьезный инвестор, который уже имеет опыт строительства парков на территории Москвы и Московской области. И обратился именно с предложением на этой территории построить парк развлечений, то есть сохранить всю природу, которая здесь есть, и построить именно парк. В настоящее время этим инвесторам ведутся переговоры с собственниками, которые на этой территории присутствуют, с собственниками для того, чтобы каким-то образом приобрести у них эти земельные участки, чтобы основать на этой территории парк, который нам нужен в городе. Центральный пляж города даже в самый знойный полдень не пустует, хотя здесь сейчас явный выброс комки. Эта водоросль в воде ежегодно в разгар курортного сезона – неприятный момент для отдыхающих, хотя она обладает целебными свойствами и известна еще с прошлого века. Думаете, она лечебна? Я не думаю, я знаю. Я ее обожаю. Она мне суставы лечит. На подведение итогов администрации города Сергей Усенко поднял ряд актуальных вопросов и обозначил ряд задач, которые надо выполнить муниципалитету. Сегодня мы провели плановую встречу-совещание со всеми представителями местной администрации, представители краевых органов власти. В целом мы проводим мониторинг, как идет пляжный сезон на Черноморском и Азовском подрежье в крае. Сегодня очередь Анапы. Познакомились, посмотрели с рядом территорий пляжных, как организован отдых. Есть определенные плюсы, определенные минусы, конечно же. Ну и плюс мы рассмотрели ряд обращений граждан, которые поступали в администрацию Краснодарского края. Анапа – прекрасный город. Анапа – это детская здравница, и все мы привыкли к тому, что наше знакомство с морем, оно всегда почти начиналось в Анапе, конечно же. Но вместе с тем нужно отметить, что есть еще резервы для развития. Сегодня мы посмотрели и уже дали такие поручения органам местного управления, чтобы хотя бы к следующему сезону проработали концепцию единых подходов к организации торговых мест, к организации пляжных территорий. Потому что на самом деле вот эта разносортица, она присутствует. Многие отдыхающие обращают внимание на то, что Анапа и окружающие курортные местности, скажем так, слишком пестрые, слишком разнообразные и не всегда отвечают, соответствуют реалиям сегодняшнего дня. Нам бы хотелось, чтобы Анапа все-таки преображалась, чтобы Анапа становилась другой, современной, чтобы она была лучше. Уменьшить количество писем, обращений и жалоб, ускорить решение вопросов от жильцов по благоустройству и ремонту жилого фонда. Это возможно, если находить решение проблем в совместно выработанном плане действий. В кабинете у первого заместителя главы города от имени жителей домов выражают пожелания к управляющим компаниям, председателям территориальных общественных советов. На этот раз с руководителями ОТОС обсуждают животрепещущие вопросы руководители управляющих компаний ОАО «Коммунальщик» Валерий Колнаузов и ОАКС Светлана Филимонова. Жильцы дома 239 по улице Шевченко уверены, что надо не просто отремонтировать детскую площадку, но и огородить ее забором. Писал, значит, по поводу забора. Со стороны Шевченко, на мою бытность, вот у ТОСа три года, было три аварии, и последний забор снесли. Есть фотографии, это тоже вопрос. Либо там тогда, вот, депутат наш обращался, ставить светофор. Управление ЖКХ, вы на площадку посмотрите, целесообразность установки и заборного ограждения, и светофорного объекта. И проконтролируйте прохождение этих документов на комиссию по БДД. Было ли заявление, если не было заявления, значит, еще раз его продублируйте, посмотрите. И выйдите с этим на комиссию по БДД. Ремонт балконов и крыш многоквартирных домов не терпят отлагательства, но и разбитые дороги. В канун осенней слякоти хотелось бы видеть отремонтированными. Председатель АТОС Ирина Козловская называет самые болевые точки. Это придомовая территория по улице Ленина, 161. Вот там постоянно образуется в одном месте яма, которая заполняется водой. Я не знаю, там то ли подземные воды, то ли что. Вот у въезда на эту площадку, а у нас опять яма. А эта яма, она асфальтирована? Нет, там просто отсыпано щебенкой. Я могу завести щебень. Нет конкретно, какой щебень, в каком количестве. Количество я могу завтра посмотреть за это, без проблем. Эту же тему поднимает и неоднократная победительница городских и краевых конкурсов среди органов ТОС Татьяна Зеленкова. У нас прекрасная территория. Никто из жильцов все влаживает в деньги. Вот в эту красоту Валерия Ивановича и Светлана Валентиновна, там же очень красивая территория. И мы ухаживаем. Но дорогу мы просто не потянем. Помогите нам, пожалуйста. И все. А у нас вопросы пожилищные, у нас управляющие компании никаких вопросов нет. Мы решаем это в рабочем порядке. КХС, Ремстроев, выйдите туда, посмотрите. И мне доложите потом. И по итогам этого всего, мне все доложили. Среди вопросов управляющим компаниям самые житейские. У нас стоят лавочки, но лавочки стоят без спинок и ужасное состояние. Вместо урн у нас простые ведра. Почему бы не отдали до сих пор бушные урны, чтобы они их там подкрасили, отремонтировали, поставили в адварь. Значит, на контроле держать это все. Не надо сейчас ничего спрашивать. Держать на контроле это все. То же самое. И поэтому думаю, ну что это такое, а ведра стоят выше в самом деле. Позоришь. Закончилась эта встреча хорошим разговором о том, что такое взаимодействие с руководителями управляющих компаний гораздо эффективнее всевозможных жалоб и писем. Ведь управляющие компании также заинтересованы в благополучии подведомственных территорий. В Анапе продолжается операция «Курорт». Сотрудники ГИБДД регулярно патрулируют дороги и ежедневно сталкиваются с грубейшими нарушениями правил дорожного движения. Особенно страшно, если это касается безопасности детей. В одном из таких рейдов принял участие наш корреспондент. Раннее утро. Пионерский проспект. Рейдовая группа сотрудников ГИБДД в ожидании экскурсионных автобусов с детьми. Основная задача – выявление нарушителей, которые игнорируют правила перевозок малолетних пассажиров. Каждый автобус досматривается инспектором индивидуально. Проверяется наличие путевых документов, показания тахографа, наличие удерживающих устройств и доступность эвакуационных выходов. У большинства водителей все в порядке. Документы оформлены, техника исправна, а пассажиры довольны. Дети – это наше будущее. Правильно, за них надо переживать, беспокоиться. Мы делаем все возможное ради этого. Мы стараемся. Ближе к обеду автомобильный поток становится интенсивнее. Именно в это время увеличивается количество административных правонарушений на дорогах. Интуиция инспекторов не подводит. Не выдержав монотонной езды по одной полосе, житель союзного государства совершает обгон через сплошную линию разметки. Несмотря на все отговорки и тысячи причин, которыми водитель пытался убедить сотрудников полиции, вердикт инспекторов ГИПДД суров – лишение водительских прав. В основном нарушает приезжий поток отдыхающих, которые приезжают сюда, ну, они спонтанно здесь находятся. Бывают дети, с детьми приезжают. У некоторых есть удерживающие устройства детских креслов, у некоторых нет. Ну, процесс сообщения, после этого водители убеждаем, они приобретают все это и впредь не нарушают. Анапские таксисты тоже входят в группы риска, пытаясь за тонировкой скрыть административные правонарушения. У водителя этого такси их сразу два. Взрослые пристегнуты одним ремнем безопасности на двоих, а маленький пассажир и вовсе перевозится без детского удерживающего устройства. Водителю выписывают штраф в три тысячи рублей. Пассажиры воспринимают ситуацию, как забавное дорожное приключение. Как отмечают инспекторы, с увеличением денежных штрафов количество нарушений существенно сократилось. Пьянок за рулем стало намного меньше, а сами водители ответственнее. Есть некоторые факты, которые мы выявляем. Мы проводим профилактическую беседу, также привлекаем водителя к административной ответственности. Также идет в основном основная задача беседа с водителем, объяснять ему факт и сущность нарушения и недопущение его. Значит, дело не стоит водителя карать и наказывать, но в данный момент надо, чтобы была профилактика, чтобы водители знали, что это такое и знали же граждане, которые обслуживаются данным транспортным средством. Мероприятия по выявлению нарушителей продлятся до конца курортного сезона. Усиленные наряды ГИБДД и ДПС продолжат патрулировать улицы Анапы. Сотрудники полиции напоминают жителям и гостям курорта о необходимости выполнения правил дорожного движения. Только тогда отдых станет безопасным и незабываемым. В музее Гаргепи открылась ювелирно-минералогическая выставка «Блеск самоцветов» из Санкт-Петербурга. Камни драгоценные и полудрагоценные, самоцветы – есть вещи, которые производят по старинным технологиям. Можно увидеть и приобрести уникальные авторские работы ювелиров. Тут сочетание двух металлов – золота и серебра. При этом тут вставочки великолепные. Это гранаты, это Африка. Чем они отличия интересны? Во-первых, очень большой карат, потому что крайне редко для граната. И кроме этого, они обладают астеризмом. Видите, у них прослеживается четырехлучевая звезда. На этом стенде представлены авторские работы двух художников – Гене Григорян и Гаспара Аветисяна. Гаспар из Армении живет в Волгограде, продолжает дело отца и деда. Многие работы отличают особый подход к формам, технологиям, сочетанию материалов. Например, это золотое кольцо с австралийским опалом «Орликин», довольно редким, и вставкой из кожи ската. Некоторые свои изделия автор не без удовольствия носит сам. Кожа ската создает ощущение камней, при этом будучи кожей. Это все смотрится достаточно эффектно. Я люблю более смелые, авангардные вещи. Вы как видите, у меня представлены достаточно крупные изделия. Причем мне очень нравятся, когда очень оригинальные, редкие камни. Это то, что мне нравится, то, что я люблю. Вы знаете, я считаю, что это просто свободно. Это самое главное. Больше всего в этой жизни люблю свободу. Не люблю тебя не ограничить ни в чем. Мне эти вещи нравятся, я их люблю, ношу. Всего в выставке принимают участие три десятка мастеров и артелей самых разных направлений. Эти изделия сделаны в монастыре в Тверской области. Эмаль накладывается вручную, запекается при температуре порядка 800 градусов. Специалисты говорят, что это своеобразный высший пилотаж. Продукция доступна по цене, при этом такое изделие устойчиво, например, к морской воде. Похожую технологию использовали братья Фаберже. Организаторы говорят, что стараются подчеркнуть все разнообразие мира камня. Янтарь всегда остается актуальным. Это смола деревьев, которые росли миллионы лет назад. А это окаменевшее живое существо, когда дизайнер и ювелир в одном лице – сама природа. Эти пейзажи тоже не рукотворны. Созданы природной фактурой камня. Каждый, представляющий свою продукцию, идет отталкиваться от себя. Он видит своего потенциального покупателя. На каждое украшение обязательно найдется человек, который обязательно это приобретет. А самое интересное, натуральный камень сам к себе притянет обладателя. Это уже закон профессионалов. Может украшение лежать годами, никому быть неинтересным. Вдруг приходит человек спустя три года после того, как изготовилось это украшение из натурального камня, и человек буквально впадает в штопор. Это мое. И происходит чудо. Человек обретает то, что давно мечтал обрести. Выставка-ярмарка будет работать на территории музея Гаргипия с 11 утра до 7 вечера до 20 августа. 10 августа ушел из жизни Николай Васильевич Шаврин, герой социалистического труда, кавалер двух орденов Ленина и двух орденов Трудового Красного Знамени, труженик тыла. Уроженец Красноярского края. Всю свою жизнь он посвятил служению родной земле. В 1976 году семья Шавриных переехала жить на Кубани, в Белореченский район. А с 1988 года проживает в селе Цыбанабалка, где Николай Васильевич до выхода на заслуженный отдых работал в совхозе Джамиты. Уже находясь на пенсии, он был активным членом краевой общественной организации «Герои Отечества». В первую очередь это, конечно, трудолюбие. Это огромнейшее трудолюбие. И он никогда, так сказать, начатое дело, он никогда не мог оставить. Он в любом состоянии, в любом состоянии, но всегда делал много, хорошо и, так скажем, качественно. Поэтому это человек с большой буквы. Это замечательный человек. Администрации и Совет депутатов Анапы выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о Николае Васильевиче Шаврине всегда будет жить в сердцах благодарных потомков. Прощение пройдет завтра в 12 часов по адресу село Цыбанабалка, улица Олимпийская, 11. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова